так по поводу социального доверия поговорили теперь по поводу первой страницы что я хочу сказать так надо еще посмотреть сколько времени во времени у нас не так много поэтому давайте чуть-чуть ускорить еще поотвечаю просто на ваши вопросы в конце и так у нас есть первая страница первая страница зачастую это та страница с которой люди покупают вы не думайте что люди покупают седьмой страниц седьмого экрана первая страница имеется в первый экран надо переписать то есть что-то вот первый первый экран первый экран это тот самый экран который вы видите в самом начале от самого верха до самого низа на первом экране крайне желательно иметь заголовок с подзаголовком где вы раскрываете всю тему свою второе это картинка крайне желательно иногда картинок нет например картинка в яндекс директе но она такая чисто символичная то есть для вас например яндекс директ я не думаю что как то может можно визуально не представить но если только какие-нибудь адские боли если вы сами первый раз настраивали у вас там можно нарисовать какой-нибудь дил да наверх это единственное что можно характеризовать там с деньгами прочим вы тоже не можете яндекс директ особо как даже если у вас это успешный яндекс директ вы все равно никогда его с деньгами не будете вместе ассоциировать естественно третье должна быть форма захвата и она желательно чтобы она была полная то есть вроде бы уже год все говорят надо убирать формы захвата с первого экрана это все херня крайне желательно оставлять формы захвата на первом экране потому что 90 процентов опять зачастую клиентов закрываются именно отсюда вот отсюда 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 все или сами звонят потому что телефон например привязан и все замечательно они сами позвонят форма захвата не должна быть просто видите телефон и получить что-нибудь этого мало желательно чтобы форме захвата была полная инструкция зачастую тоже такой проблем нет нету я думаю что из вас есть ребят напишите пожалуйста циферку 5 в чат кто из вас был на разборах лендинг пейдж моих которые не так давно проводил если вы вспомните я там как раз показывал что большинство людей у них зачастую получить заказать что-нибудь такая какая-нибудь кнопка или акция или сверху написано акция получить то что человек получит по акции по щам он получит или получит какой-то подарок или еще чего-то он не знает потому что нет никакой логики это очень плохо здесь нету слава богу никаких акций ну потому что здесь как раз у вас говно течет и какие-то акции это довольно таки конечно интересно но единственная акция это если бы еще убрались после них это было бы наверное идеально но всю квартиру убирать это жестко в инструкции должно быть что в инструкции должно должен быть заголовок оставьте заявку на консультацию должна быть инструкция введите свой телефон и получите консультацию специалист по очистке канализации и дальше должна быть менее инструкция аля введите телефон подсказка по номеру телефона получить консультацию и в конце уже давно не надо писать мы против спама мы настоящий чаки у нас живет настоящий чак норрис или что там еще пишут нет желательно написать человеку что после того как человек оставит заявку мы перезвоним через 15 минут то есть вот здесь как раз идет аналог этого call backhunter или вот он как раз стоит здесь вот за него кстати лагает сайт это вот один из сайтов где мы тестировали это все дело мы сейчас уже благо просто перенесли отсюда и call backhunter уже снесли с того сайта очень кстати похоже заметьте схема то есть сейчас сотрудники не в офисе но там бла 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 но не суть номер телефона единственное что у нас сразу замечу нету примера телефона а я сейчас объясню почему и второе кнопку нужду звонка у нас получить консультацию она вместе коррелирует с нашим заголовком нашей формы и естественно то что произойдет после того как человек оставит заявку почему нет шаблона шаблон это зло это я вам точно могу сказать шаблон например я хочу оставить два телефона вот у меня были люди и не один раз то есть я всегда анализирую заявки что люди пишут на удивление не видите телефон им же не говорят что надо вести один телефон а вдруг у них два телефона вот например смешно но факт человек вводит там по 7 4 4 4 2 облак он телефон да он может быть какой нибудь бред ведет или ошибется такой тоже кстати бывает что люди ошибаются с номером ввода но так но процент таких людей зачастую не больше одного про 1 1 процент то есть это самое большое то есть и 100 заявок лучшем случае одна какая-нибудь косячные будет тоже такое бывает не спорю поэтому здесь и есть капшин то есть вы человеку говорить примерно как вводить телефон плохо объясню почему шаблон плохо потому что на некоторых браузерах он не позволяет правильно вводить вот этот самый телефон смешно грустно например вы можете проверить на некоторых сайтах не работает вот этот вот шаблон я не прокол бы канта сейчас на некоторые просто шаблон не работают например фаерфоксе открываешь фаерфокс открываешь сайт начинаешь вводить данные и ты понимаешь что сайт телефон не переводится вот это очень большой облом и баги такие ловить конечно довольно грустно особенно когда уже полгода поработает сайт но вы сами должны понимать вот поэтому я лично за то чтобы человек мог ввести что он сам хочет хочет он без семерки без восьмерки ввести окей но могу точно сказать не больше одного процента бывает погрешность то есть люди не настолько пьяные или убитые наглухо есть еще другой вариант можно сделать несколько блоков например блок там допустим плюс 7 где уже автоматом вписано ну то что можно изменить а дальше например идет блок с тремя цифрами 905 и остальные блок как раз пятью цифрами это можно сделать и это уже не шаблон то есть это просто три разных блок которые вместе соединяются в телефон тут проблем не будет никаких но шансы погрешности погрешности того что человек ведет неправильный телефон она уже стремится к нулю процент так сразу вопросы да оставляем зачастую два телефона бывает такое смешно но причем знаете как пишет их ч я даже вам продемонстрирую как люди пишут нет сейчас заявку такую не найду наверно м пишет примерно так а плюс 7 а такой такой телефон и или или плюс там и так далее я вам серьезно говорю такой пишет а еще есть другая грустность самая большая вот например он у меня компания она занимается в принципе настройка яндекс директа не абсолютно все равно откуда люди будут звонить так вот очень часто я у директологов у других компаний вижу у них шаблон прописан например плюс семь это очень смешно а теперь представим что я например с украины и хочу позвонить в эту компанию ну точнее чтобы мне позвонили я не хочу деньги свои тратить я же миллионер как бы мы будущий я не могу пока тратить деньги потом смогу не суть процент а я не могу оставить номер телефона плюс 44 потому что у вас жестко в шаблоне прописано плюс 7 кейм овер это довольно грустно так дальше у нас есть блок контактов логотип контакты я думаю вы прекрасно знаете как должны выглядеть желательно чтобы они были оформлены вот в таком виде то есть звоните обязательно call to action номер ваш полностью опять же видите он не как-то не как-то запечатан ничего обычный номер это по опять же опционально уже звонок бесплатный по москве и московской области если у вас есть такая возможность например у меня 499 таким тарифом и принимаем звонки понедельник воскресенье с 10 до 19 00 это тоже очень важно потому что люди будут волноваться а если я позвоню в 19 00 точно то нет возьмет трубку да кстати есть люди все равно которые звонят 1905 я не знаю почему то есть возможно они хотят проверить действительно ли там менеджер еще сидит эти 05 или уже все люди уже не берут трубки или там может быть какой-нибудь мелодии играть или что-то еще не знаю но есть такие причем эта штука работает опять же старая смешная история в у нас раньше мы работали круглосуточно и когда менеджеры у меня стали уже жаловаться точнее у меня было два менеджера один сидел я не помню уже в каком городе плюс два или плюс три часа и ночью мог работать потом я этого менеджера то ли уволил то ли он уволился это давно было просто уже два года назад я сейчас не вспомню вот и мы переключили все телефоны на наш основной офис вот и номер телефона один оставили мобильной одной девочке так в два часа ночи ей позвонил на ул клиент но при этом при всем мы поменялись здесь с круглосуточно на с 9 до 20 по мы тогда работали вот но она берет трубку и говорит алё вы кто вы что с ума сошли мы типа работаем с 9 до 20 а мужик собственно говорит так у вас же на сайте круглосуточно написано так оказалось что мы в самом низу в подвале не поменяли что мы не работаем с какое-то определенное время а мы работаем круглосуточно то есть этот блок реально работает и так как мы написали что круглосуточно люди именно из-за этого и звонят это очень важно по поводу логотипа и дескриптора крайне желательно иметь логотип объясню почему потому что если у вас нет логотипа вы шарашкин контора то есть все хоть какой то логотип вот например этот логотип мы сделали за 10 минут то есть надпись и лесоруб все замечательно вот как бы весь брендинг очень крутой то есть это это конечно не 300 тысяч стоит рублей как у кого-нибудь но в принципе брендинг и это показывает то что уже компания уже хоть какая-то солидность то есть не просто написано сибиряк например или просто деревянные дома и бани под ключ нет еще есть и логотипы это довольно важно то есть когда вот там не знаю где-нибудь шутит а вот я думал там две не два месяца не знаю типа логотипом да это конечно в общем смешно но логотип все равно должен быть хоть какой-то кругляшок квадратик лесоруб там не знаю в любом случае он должен быть потому что когда у вас это крутая компания процент так куда я дальше опять ускакал логотип контакты и еще один момент который я забыл написать когда готовился это меню меню у вас должно быть меню может быть на первом экране вот здесь например его нету она опционально может быть но оно должно быть почему потому что лэндинг эта книжка многие начинают книжку начинать читать сначала вот сверху вниз начинает читать сначала предисловие потом первую главу вторую главу третью главу и так далее а есть люди которых в общем не интересует все вот эта хрень их интересует какая-то определенная глава вот им нужно содержание так вот здесь как раз это содержание наши работы наши проекты может быть еще кнопку сколько стоит заказать вот самый простой вот у меня например это стоимость бесплатно кстати до сих пор как бы смешно не звучало кнопка бесплатно не может побить кнопку стоимость то есть люди нажимают кнопку стоимость намного чаще чем бесплатно даже если кнопку стоимость поставить 3 или 5 она все равно будет самая популярная даже на слуна даже на бесплатно люди уже не ведутся интересует ай ладно сколько стоит это кстати знаете где я тоже понял когда я проводил бесплатный свой семинар живой что-то я не помню там я не помню какая тема была человек не выдержал наверно 20 минут я и спросил просто из зала ладно кость сколько стоит то есть я даже не продавал ничего я просто рассказывал какую-то тему и в итоге люди уже настолько они уже понимают прекрасно что все равно придется платить они просто хотят узнать сколько и да нужна кнопка стоимость чтобы люди могли перейти и сразу посмотреть сколько стоит и самое главное за что платить давайте ваши вопросы посмотрю сразу же как часто копируют мои лендинги о это классный вопрос но я сейчас не буду на него отвечать процент потому что я на него отвечу на интенсиве на самом деле копируют часто и я бы мы расскажем как с этим бороться на самом деле тоже не просто сейчас нет времени на это все тратить а это первое во вторых кроме того что у меня копируют лендинги и я иногда копирую лендинги причем я не полностью копирую лендинги а копирую некоторые моменты которые реально интересны потому что я все сам придумать не могу это нормально я такой же человек как и вы и на интенсиве буду рассказывать как нормальный обычный человек может сделать хороший лендинг что где взять и не обязательно копируете кстати у кого конкурентов например копируете о ул на там не знаю я занимаюсь созданием лендинг пейдж и копируют у другого человека который и делать лендинг пейдж не нифига намного интересней копировать или смотреть у других людей кстати иногда у сайтов другой тематики то есть вы берете не у себя из вашей лужи а берете у других в принципе вы знаете да эту тему мы берем как как создается какой-то крутое неконкурентное предложение вы берете одну штуку соединяете ее с другой и получаете что-то не реально и это нормально то есть нельзя в этом как-то себя ограничивать я художник я так вижу принципе правильно андрей написал не пофигу абсолютно на интенсиве то можно конечно мы будем разбирать какие-то лендинги я буду и свои показывать и на ваших примерах буду рассказывать так пугает людей местный номер местный номер они местный номер типа бесплатных 8 800 пугает людей только в москве и 804 и 498 кстати их тоже пугает то есть люди до сих пор не знают москве что 498 например местные а в регионах 8 800 нормально кстати 8 800 убийца телефон если вы работаете дальше россии потому что люди например из беларуси они не могут позвонить на 8 800 то есть на 499 они могут позвонить вот ну в общем такая грусть ладно а так давайте я сейчас еще чуть-чуть пару тем вам расскажу а потом в конце отвечу еще на некоторые вопросы блин не скопировали эту блок по поводу посетителя до покупки ладно я вам так расскажу вам надо его просто искать или найти быстренько наверняка у меня где то есть почти 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 нет я так очень долго буду искать его очень много у меня слайдов это кстати на интенсив как раз это слайды ну ладно а собственно ребят смотрите а по поводу путей человека сначала человек есть сам по себе посетитель и ему как то надо стать клиентом ему надо стать клиентом потому что если он купит не если ему нереально нужна услуга он купит либо у вас либо у другого человека вы должны это понимать если это ему теоретически надо не надо это еще такой непонятный клиент до которого ну еще сложно будет добираться есть еще люди у которых нет денег это правда тоже хитрый нищеброды которые вроде бы хотят все оценить прикинуть но у вас не купить такие тоже есть и если таких ну не то что много там процентов например 30 это нормально не надо особо сильно беситься то есть вы иногда пытаетесь на ленингах типа если вы нищеброд не пишите мне вот я видел такие ленинги тоже так делать не надо это бесполезно то есть он все равно не будут выставлять заявки а вот нормальные люди у которых есть деньги они могут обидеться это будет грустно посетитель он обычно откуда берется он либо берется первое он берется с контекстной рекламы либо из любой другой рекламы если контекстной рекламы то в принципе человеку можно как-то подгадать и объяснить ему что он попал точно туда куда нужно как раз с подменой и заголовку потому что когда человек да и кстати не обязательно даже по каким-то ключам определить можно определить его даже с помощью просто правильной рекламы например если вы гоняете трафик из вконтакте таргет вконтакте вы можете пресс-волы для свадеб гонять и делать отдельный лендинг для пресс-волов для свадеб гильдия либо мы можем сделать если это контекстная реклама мы можем подсовывать человеку другой заголовок другую картинку другую какую-то тему то есть всегда это можно никаких сложностей здесь нету и да здесь не надо придумать никаких сверхъестественных сервисов и прочее вообще не надо для этого есть обычный скрипт ничего сложного ну вот например как у меня сделан ничего сложного не самое главное мы можем человеку более детально подсовывать точнее не то что более детально более точно подсовывать и предложение то есть если он занимается если ему интересно граффити на авто или господи как это правильно называть аэрография на авто вот можно ну собственно можно сделать два заголовка аэрография на авто здесь надо искать оно есть или автографити ну то есть если так человек пишет у меня просто большой экран здесь вот так должно конечно же выглядеть вот машина то есть картинка есть да на ней собственно все изображено замечательно достаточно первого экрана дальше можно уже делать общие какие-то блоки ну может быть какие-то объяснять